Фрэнсис Амалия Йейтс относится к тем исследователям, чье наследие называют словом семена, то есть продуктивное для самых различных областей знание. Искусствоведы и религиеведы, антропологи и филологи, историки мысли и историки идей могут считать ее своей коллегой. Более того, такие модные сейчас направления в науке, как микроистория, как история мировоззрений и история понятий, как методология исторического исследования, как история тайных наук, они не могут миновать опыта Фрэнсис Йейтс. Фрэнсис Амалия Йейтс родилась в 1899 году в семье ничем вроде бы незамечательной. О своем детстве она вспоминала как о золотой эпохе своей жизни. Позднее викторианство, хотя она понимала всю двусмысленность и все неприятные стороны этой эпохи, были для нее временем благополучия, временем медленного и спокойного осознания важнейших жизненных проблем. И это не только воспоминания о сладостном детстве, свойственное многим людям, независимо от того, в какой семье они выросли. Дело в том, что ее родители сочувствовали так называемому Оксфордскому движению, Оксфорд Мовымент. Это религиозное движение, симпатизировавшее католицизму, вождем которого стал в середине XIX века Джон Гэнер Ньюман, ставший католическим кардиналом и просвещавший Ирландию и всю Англию. Быть сторонником католицизма в Англии было достаточно рискованно, учитывая, что французские, например, французские губеноты и элиты протестантских других стран нашли убежище в Англии. Религиозность английского протестантизма всегда подпитывалась таким диссидентским духом, и католичество воспринималось как, прежде всего, лицемерное и угнетающее начало. При этом, в отличие от Франции, где антикатолицизм подпитывался политическим проектом, здесь он подпитывался исключительно исторической памятью. Оксфордское движение возникло как протест против протестантизма. Прежде всего, протестантов обвиняли в кружковости, в невнимании к социальным вопросам. И Ньюман как раз соединял пламенную проповедь католичества с первой крупной в Европе социальной программой. Под лозунгами социального католичества выступали многие и в континентальной Европе, начиная от Фредерика Озанама и кончая, например, Америкой уже второй половины XX века, такими деятелями, как Дороси Дей. Социальное католичество было противопоставлено слишком буржуазному протестантизму. Поэтому такая озабоченность религиозной истории Англии, внимание к социальным аспектам религии, подчеркивание роли религиозной личности в становлении социальных институтов и структур, у Йейтс остались на всю жизнь. Хотя сама она принадлежала к протестантизму. Путь ее в науку был не самым простым, хотя она была блестящим студентом и поражала еще на студенческой скамье своих учителей обширностью познания и возможностью формулировать самые необычные проблемы. Первая проблема, которая ее занимала, это статус театра в Елизаветинскую эпоху. Для Англии было по-настоящему травматическим опытом закрытие театра во время реакции короля Иакова. Трудно было совместить эти две идеи. Расцвет театра при Елизавете и его скорый закат. Как получилось, что вершинные достижения театра были потом забыты? Поэтому Йейтс предложила сопоставлять театр не с линейной эволюцией искусства, в которой сохраняется все лучшее и новые формы порождают новые формы, а с пропагандой, агитацией, искусством плаката или современными ей медиа. Уже в ранних работах Фрэнсис Амалия Йейтс сопоставляла Елизаветинский театр с современным ей радио, заявляя, что перед нами практически радиопостановки, рассчитанные на неграмотных или необразованных людей и внушающие в форме художественного конфликта готовые политические идеи. По сути дела, зритель театра должен, следя за конфликтом, успеть определиться. И политическое самоопределение оказывается ключевым эстетическим опытом, опытом, происходящим прямо в ходе пьесы. Эта мысль Йейтс стала основной для изучения Елизаветинского театра и в настоящее время хорошо установлена, на какие именно политические перемены откликался Шекспир и другие драматурки. Как изменения во внешней и внутренней политике изменяли строй образов и движения сюжета от несчастья к счастью и наоборот. Далее, Фрэнсис Амалия Йейтс в 1939 году присоединяется к Варбургскому институту. Это была одновременно и научная, и общественная позиция. Варбургский институт был изгнан из Германии и получил в Англии убежище. И с ним сотрудничали прежде всего историки, озабоченные нацистской угрозой. Например, в 1943 году Йейтс принимала участие в круглом столе, который назывался очень показательно. Как будет писаться история, если немцы победят? То есть, история оказывалась делом победителей не только в том смысле, что победители искажают историю, начинают прославлять себя или клеветать на своих поверженных противников. Дело все в том, что история становится настоящей собственностью победителя. Победитель определяет и ее строй, и ее риторику, какие жанры считаются историческими, а какие историческими, а какие историческими не считаются, и тем самым не просто переписывает историю, а заново ее изобретает. Так по неволе Йейтс подошла к главной проблеме современной науки об истории, что история это не только собрание фактов, которые можно исказить, а можно изложить правильно, но и история это специальным образом организованный рассказ, имеющий свою образность, свою жанровую природу, создаваемый как публичное произведение искусства, и задачи историков таким образом не просто критиковать идеологическое искажение фактов, но и критиковать сам дискурс истории. То, что и стало задачей современных историков показывать, насколько история написана по литературным законам, и нет ли в этих литературных законах голоса победителя через литературу утверждающего себя. Та проблема, которая ярче всего была поставлена в книге Хейдена Оуайта 1974 года «Мета-history». «Мета-история». И далее Фрэнсис Йейтс занималась прежде всего историей эзотерических учений. Нужно заметить, что Йейтс никогда не была кабинетным ученым. Она всегда участвовала в политических дискуссиях, печаталась в газетах. Например, в течение многих лет она была обозревателем Нью-Йорк Ревью Оффбукс, что не совсем обычно, что английский автор печатается в американском издании. Но именно эта работа по ее собственному признанию и научила ее рассматривать разные идеи в том числе и чуждые. Когда нужно написать даже о книге, которая тебе неприятна, причем написать, объяснив, почему эта книга состоялась, то поневоле ты начинаешь видеть метод даже в тех идеях, которые до этого тебе казались абсурдными. Фрэнсис Йейтс повезло и с русскими переводами. Переведены в общем-то основные ее книги и Розенкрейцерское просвещение, и Искусство памяти, и Джордана Бруно. Фигура Джордана Бруно всегда ее занимала, потому что апофеоза теория Бруно достигла именно во время преподавания в Англии, и как раз ее заботило, почему не возникло английского брунеанства, почему мыслитель, всячески хотевший быть харизматиком, хотевший быть новым пророком, так и не создал никакого учения в Англии, хотя Англия всегда изобиловала сектами, и, например, поздно, в 18-м и 19-м веке Англию иногда называли страной сект, где же брунеанцы, и выяснилось, что учение Бруно представляет собой не его самостоятельное создание, не его проект, который всегда требует каких-то перформативных ритуалов. Любой сектант должен совершать чудеса или хотя бы театрализованно выступать перед публикой, а представляла себе результат интерпретации, результат приложения, к текстам, приписанным Гермесу Трисмегисту, тех методов, которые до этого применялись к писанию. Джордана Бруно при всех своих амбициях выглядел не как начинатель нового учения, не как герой науки, а как добросовестный интерпретатор, как человек, который создавал совершенно фантастическую и безумную систему, просто используя те ключи для интерпретации, которые использовались до этого по отношению к Библии. Как из Библии можно было вывести все, также Джордана Бруно решил вывести все, что можно, из Гермеса Трисмегиста. Ибо отдельные идеи выходили здравыми, отдельные идеи выходили совершенно безумными. Поэтому просто Бруно не смог довести до конца свой проект. Если другие читатели Гермеса Трисмегиста согласовывали учения Гермеса с учениями других священных книг, то Бруно решил выступить как профессор, как схоласт. И Гейтс замечает, что Бруно по сути дела сделал шаг в средние века, потому что он работает с авторитетным текстом, тогда как люди возрождения легко перепрыгивают от текста к тексту. Вдохновением для Гейтс были еще построения историка науки конца девятнадцатого века Пьера Дюема, который первый поставил под вопрос распространенную в школах трактовку Бруно как мученика науки, как ученого нового типа, пострадавшего за смелые научные открытия. Он обратил внимание на то, что наука и магия тогда в эпоху позднего возрождения рассматривались как занятия одного порядка. И наука и магия ставят целью повлиять на действительность с помощью каких-то формул, методов и построений. Поэтому и ученый и маг заняты одним и тем же манипуляцией над миром с помощью каких-то формул, вещей или заклинаний. Между формулой и заклинанием дистанция оказалась не такой большой, как думали. Но Фрэнсис Йейтс, конечно, не любила простые прямые параллели, ей было важно, что Бруно был своеобразным психологическим типом, человеком одновременно неуживчивым и спокойным, человеком стремившимся сделать революцию в мысли, но при этом способным месяцами размышлять над каким-то трактатом. человеком с совершенно революционными и иногда абсурдными идеями и при этом человеком, который скрупулезно разбирал, анализировал и математизировал материал. Одновременно энтузиаст новой веры и маньяк текста. Вот каким предстал Джордана Бруно у Фрэнсис Йейтс. И в других своих книгах Йейтс обращается к тому, как были устроены привычные нам память, чтение, письмо, как они могли быть магическими практиками, как они могли использоваться для манипулирования окружающим миром, что память, а не только формулы, тоже могла при определенных условиях выглядеть как магия. Таким образом, как Фрэнсис Йейтс, как историк, занимается не просто историей идей, и не просто историей социальных практик. Она эти две истории совмещает и показывает, как социальная практика поневоле хочет стать идейной, превратиться в единственный способ познания мира. И наоборот, как идея, постоянно освобождаясь от своей самодостаточности, становится социальным фактом, становится способом организовать общество. Идея не просто воздействует на мир, как в марксизме, где идея преобразует мир, а идея упорядовачивает мир, каким-то образом его расчерчивает и каким-то образом его переделывает. Здесь Фрэнсис Йейтс работала параллельно с британскими марксистами, такими, как Эрик Хобсбаум, которые как раз определяли идею как тот формирующий инструмент, что идея не просто влияет на классы, на рабочих или на буржуа, она создает рабочих и буржуа, переформатирует общество таким образом, что рабочие и буржуа в нем становятся возможны. И хотя сама Фрэнсис Йейтс к марксизму не питала особо доброжелательных чувств, но все равно Британия есть Британия, остров есть остров, а решение исторических задач есть решение исторических задач. Оказалось, что история это не только место событий и подражание этим событиям, это определенный формат существования, а наша деятельность в истории это не только использование ее ресурсов, но и способ ее заново переформатировать, дать ей новый формат, новую рабку, фрейм, как это называется в современной социологии. Мы не просто создаем события или влияем на события, или предотвращаем события, но мы каждый раз заново прочитываем историю, ставим знакомые явления в новые рамки и тем самым меняем отчасти и ход истории. отчасти 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 Продолжение следует...